сейчас тот момент когда мы только что закончили покрывать ее лаком значит смотрите что мы использовали мы использовали pinotex интерьер и оригон и оригон именно тот оттенок двери дает который придает ей как бы исторический цвет то есть когда мы его отшлифовали получился оригон но беда в том что когда мы снимали лак химии когда мы обжигали это дерево то где-то он пригорел где-то были следы химических реактивов и она получается конь не единородные пятнистый и поэтому мы используем ведь как я уже сказал pinotex а оригон начнем проходим один раз проходим два раза сказать что мы убрали все абсолютно следы нет невозможно надо учитывать что это не краска а он просто дает легкую тренировку цвета поэтому здесь остались все следы то есть исторического вандализма когда было что-то где-то отломано мы пошпаклевали разумеется за шпаклевочка она всегда будет светлее чем оригинальная и всем дойдет трещины когда мы использовали акрил специальный вот акрил встречи на легко заходит и он как бы на фоне теряется но это и можно понять очень на трещинки два-три миллиметра она конечно будет потеряна а если были реальные такие сколы сантиметров 5 на 6 то конечно же убрать не получается мы получаем эту дверь после pinotex а мы проходим бивакалоровским лаком на водной основе ну нам удобнее работать я не утверждаю что она проходить именно им просто мы работаем лакомет его color сейчас мы дадим этим дверям отлежаться и я бы рекомендовал двое суток их не трогать то есть у нас есть другие сопутствующие работы мы и займемся а пока мы их не тронем после этого мы возьмем нулячую курочку и прошкули мы еще раз почему потому что надо понимать что мы работаем не в цехе и у нас не идеальный как вы видите беспыльные условия и разумеется какие-то ворсинки пылинки они попадаются то что мы делаем дерево постерлину вообще не означает что нужно быть грядами поэтому после того как произойдет 48 часовой цикл высыхания мы ее прошкурим нулевочкой и пройдем еще раз заключительный лаком но этот лак будет не блестящий а он глубоко матовый то есть можно разные используют подходы конечно к этой двери но наша идея чтобы она была девственной чтобы это был исторический интерьер чтобы эта дверь в которой есть своя историческая память а не наши интерпретации этого продукта как мы хотели бы видеть так мы фактически уже у завершающей цели а а а а а а а КОНЕЦ На портал, как можем видеть, мы потратили существенно меньше времени, но по одной простой причине, то что эта работа получается довольно-таки дороговатой. Если ты не работаешь в каком-либо богатом поместье или замке, а просто делаешь ремонт в типовой квартире, конечно, хозяева пытаются оптимизировать свои расходы. Поэтому мы считаем, что она сделана довольно неплохо. Вы здесь увидели нюансы, это следы от карандаша, их немножко уберем позже. Сейчас мы просто технологически спешили, поэтому здесь мы прошли один раз только Орегоном. Почему? Потому что это фактически зона постоянного затенения. То есть здесь будет дверь, и вот между этими дверей, ну, ее нет куда будет просматривать, и нет смысла ее тонировать в более такой глубокий темный цвет. Поэтому она здесь максимально в том состоянии, в котором она была. Единственное, когда она сейчас подсохнет, мы уберем вот эти следы карандаша, уберем какие-то явные следы мусора. И у нас остается вот это вот вандальное отверстие. Это когда ребята ставили новую дверь, сейчас она в пыли, работы после того, как мы шлифовали. Мы ее ничем не накрывали, ну, потому что, ну, нет смысла просто ничем накрывать. Пыл легко убирается, это не греется. Дальше мы берем вот такое же самое дерево. Причем при подборке данного наличника я использовал два критерия. Первое, чтобы была четко выраженная структура, потому что именно такова есть структура на портале. И второе, чтобы у нас была вот эта фигурная рисочка. То есть я считаю, что мне удалось подобрать вот эту рисочку, поскольку она же присутствует на портале. То есть я уверен, что мы уберем следы вандализма наших коллег, которые устанавливают дверь, именно вот этой реечкой. То есть мы ее потом поставим вот таким образом. Переверну, конечно. Не таки мы ее поставим. То есть мы ее поставим сюда, и она фактически сольется с новой дверью. Ну, разумеется, мы ее также пройдем орегоном и также прокрасим. И она будет выглядеть так, как будто бы вот она тут родная и была. Вот. Для этого осталось совсем немножко. То есть сейчас мы обработаем эти речки и покрасим в какой-то интересный цвет эту петлю. Я считаю, что ее надо красить, потому что если ее уж оставлять детственной, понимаете, дерево, оно, ну, какие-то такие эмоции, чувства выражает. А металл это всегда серьезный компонент, и он требует такого, как бы, я бы сказал, сглаживания, тренировки. Я, скорее всего, возьму или вот этот цвет, либо какой-то аналоговый цвет. Ну, то есть металл у нас будет металлом. Вот. Ну, еще немножко, и фактически наша дверь будет закончена. Тогда будем хвастаться. Игорь Негода. 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 Продолжение следует...